Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи. Игорь Завьялов торгуем по системе, и наш коллега из Санкт-Петербурга уже к нам присоединился. Игорь, приветствуем вас. Здравствуйте, здравствуйте, Игорь, здравствуйте, коллеги. Как идет ваша торговля? Что интересного? На чем зарабатываем? Ну, все, как обычно, спокойно, не нужно суетиться. Я повторюсь, наверное, в рамках предыдущих наших эфиров, что я не сторонник иметь 10 тысяч активов. Наверное, стоит поймать 1, 2, 3 и держать его по целям. На мой взгляд, это наиболее перспективный сценарий. Ну, и, естественно, это спекулятивная торговля, это не инвестирование, скажем так. Я понял вас все. Давайте, наши прицелы готовы. Мы готовы поймать одну-две цели и заработать на ней. Вам слово. Ну, как сказать, цели ловить надо, конечно, желательно по минимуму, хотя, понимают все, наверное, здесь присутствующие, что самый минимум не поймать. Тем не менее, есть ориентиры, которые нам подсказывают, зачастую, правильно принять решение. Ну, а в качестве того, что было, наверное, я... Сейчас, одну секунду, рабочий стол подключу. Давайте посмотрим. Виден, да, рабочий стол? Да, видно, хорошо. Ну, как обычно, желательно оценить нашего триггера. Это индекс S&P 500. И вполне возможно, что сейчас мы будем иметь коррекцию. И в этом, как говорится, ничего страшного нет. В случае, если волна... Мы рассмотрим здесь часовой таймфрейм. В случае, если волна завершена, все, как обычно, относительно системы, все очень просто и без излишеств. У нас есть ближайший уровень поддержки. Это уровень 0,764. Остальные уровни находятся ниже в рамках теста, опять же, волновой структуры. В случае, если она завершена, я предполагаю, что завершена локально, то есть сразу несколько технических... Игорь, 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 на секундочку вас перебил. А можете остановить демонстрацию, нажать весь экран? Потому что вот в этом режиме приложения у вас мышку мы не видим. Нажимаем весь экран. И сейчас мы видим... Ага, поднимаем. Да, я прошу прощения. Если мышкой проедете по экрану, то мы ее увидим. Видна сейчас мышка, да? Видим, да, хорошо. Все, отлично. Да, ну я повторю, что здесь рассматриваю таймфрейм один час. Предполагаю, что волновая структура завершена. Повторюсь, что есть сразу несколько уровней, на мой взгляд, поддержки. Технически это 0,764. Для движения в шорт его нужно пробивать. Видны прекрасно пробои консолидации, где не было ретеста. Отсутствуют тесты поглощений в данном районе. Поэтому с большей вероятностью я предполагаю, что при пробое уровня, ну, 4,500, грубо говоря, мы можем поиметь дальнейшее снижение к уровню 0,5 коррекции, 0,382 коррекции. Отсюда желательно исходить в принятии текущих решений, которые у нас возможны по, в том числе и российскому рынку. Что касается активов, которые есть, ну, здесь, наверное, стоит отметить актив Mail.ru, опять же, часовой таймфрейм. Можно начать с дневного. Тот актив, который присутствует, наверное, у многих трейдеров, по крайней мере, на заметку. Волновая структура, которая предполагала тест. То есть есть зона для теста. Она неоднократно декламировалась ранее. Присутствует она вот здесь. Ну, и относительно какого-то шартового импульса, то есть вход от 2.618 до 2.764, в принципе, на мой взгляд, технически верен. На текущий момент, я, правда, не знаю, как будет хорошо, нехорошо видно, но давайте я попробую увеличить. Сейчас можно говорить о сломе тренда, по крайней мере, локально. Конечно, коррекция вполне возможна. И если рассматривать текущий шартовый импульс, который, предположительно, в зоне ретеста был завершен, то, как обычно, это есть целевые уровни, ну, по крайней мере, в качестве спекулятивной торговли, это уровень 0.5 коррекции. Основное, я считаю, все-таки 0.382 и 0.236 вообще это можно оценить как зону. Но в случае завершения текущего сценария, все то же самое, смотри, с NP500 и выше, в принципе, можно накинуть сетку и посмотреть, куда мы можем прийти в рамках коррекции данного импульса. Ну, и от данной коррекции попробовать поймать, по крайней мере, волну С, если это будет волна С, ну, а если это будет третья волна восходящая, да, то есть импульсная, то и гораздо выше. Оговорюсь, я немного заострю на него внимание, потому как у данного актива есть возможность снижения еще ниже. Я бы отметил зону 2.618, 2.764 относительно первоначального предполагаемого импульса, который у нас локально сломал тренд. Она находится несколько ниже, и, как говорится, все возможно. То есть, другими словами, естественно, нужно держать руку на пульсе и быть несколько осторожными в плане принятия каких-либо решений. Но пока, по крайней мере, движение к верхней границе нисходящего канала вполне закономерно. Все то же самое относительно нашего российского рынка. Данный график построен уже очень давно. Здесь, я думаю, комментарии излишни, потому как все, в принципе, отрабатывает пока на ура. Также, видно, слом тренда немного смущает наличие непротестированной консолидации в зоне 2.618, 2.764. Для того, чтобы было понятно, я сейчас немного заострю на этом внимание. Это вот эта консолидация. То есть, в принципе, возврат вполне возможен, но, на мой взгляд, целевым, по крайней мере, уровнем сейчас будет являться уровень 0.764, по крайней мере, это первое такое серьезное сопротивление в случае, если ошибки нет, и актив все-таки развернулся. Конечно, есть промежуточные сопротивления, но мы сейчас о них говорить не будем. Все ровно то же самое происходит и на нашем российском рынке, но это индекс РТС. Цель локально была выполнена, сейчас коррекция, ничего удивительного в этом нет, по крайней мере, на текущем контракте, который у нас, сентябрь. Здесь видна волновая структура с первоначальным импульсом. Опять же, отработана зона, мы ее достигли, сейчас имеем коррекцию, по крайней мере, на уровень ретеста, пробитого максимума, это 161.8, 176.4. Глобально, конечно, у меня планы пониже, но, тем не менее, пока говорить о каком-то развороте, на мой взгляд, еще рано. Так, далее. Из активов, которые неплохо показали себя, опять же, повторюсь, наверное, Россети, все то же самое, можете проверить, конечно, на себя на графиках. То же самое, у нас есть первоначальный импульс, локальный, лонг, достижение цели. Здесь уже, конечно, каждый решает, что делать с данным активом, фиксировать ли всю позицию частично, как угодно. На мой взгляд, цель у актива выше, но, возможно, после коррекции. И в этом ничего зазорного нет. Ну, а точка входа, опять же, все то же самое. Я продемонстрирую, чтобы было понятно. Первоначальный шартовый импульс и та зона, от которой мы получили поддержку. Естественно, у нас будет сопротивление в зоне 161,8-176,4. Она, по сути, будет реверсивной. Здесь же у нас находится целевая локальная зона. Ну, и вполне логично. Но цели, опять же, повторюсь, наверное, уже в какой раз находятся выше. На ретесте данной консолидации отсутствует сигнал back to ice, так называемый. И, на мой взгляд, достижение этих целей вполне будет закономерно. Из не очень таких приятных новостей движение по росту телекома пока, опять же, пока, подчеркиваю, не получило своего развития. Но, тем не менее, актив находится в зоне поддержки. Зона поддержки не пробита. Она прекрасно видна. В принципе, вход технически вполне закономерен, не считая того, что, конечно, мы можем провалить эту зону и ниже до 261.8, 207.64 относительно первоначального локального импульса. Ну, то есть, другими словами, последить за уровнем 93.83. Так. Помимо этого, конечно, есть еще у нас такой актив система. Система, в принципе, также свои цели выполнила. Опять же, видна прекрасно коррекция. Единственное, я ожидал ее с более низких уровней. Тем не менее, относительно первоначального импульса, который присутствует, цель выполнена. Ну, конечно, здесь это сложно предугадать. Такое флетовое движение на локальных аях. Ну, и опять же, у нас идет коррекция. Коррекция по тем же самым критериям. Пока мы получили тест зону 161.8176.4 и вполне возможен отскок. Локально совсем спекулятивно. Отсутствует, опять же, сигнал back to ice, то есть пробитая консолидация, она не протестирована. В принципе, подобные активы можно, на мой взгляд, и нужно искать на графике, искать некие неэффективности рынка и их использовать. Митчелл прекрасно отрабатывает цели. Наверное, уже много про него сказано. Цели, конечно, у него, на мой взгляд, выше относительно, опять же, первоначального импульса. Достижение, на мой взгляд, целей вполне оправдно. Но в каждой подобной зоне мы получаем какое-то сопротивление. Сейчас 261.8176.4 будет являться зоной поддержки. Это мы прошли. Целевая пока локальная. 461.8176.4. Ну, а если говорить о более глобальных целях, то, конечно, активы там, они гораздо выше. Ближайший уровень сопротивления, это 76.4 всего шартового импульса, находится гораздо выше. Можно посмотреть обзор на канале, и там все, в принципе, восьмимесячные давности, которые как раз вот именно сейчас прекрасно отрабатывают. Так, ну, наверное, все на текущий момент, Игорь. Если есть вопросы по конкретным активам, пожалуйста, я с удовольствием что-то могу пояснить и высказать свое мнение. Хорошо, спасибо большое. Пожалуйста, коллеги, ваши вопросы по рынку можно задавать. Давайте пока остановим демонстрацию рабочего стола, пока коллеги надумают на все темы. А я хочу, конечно, вам задать вопрос. Я знаю, что вы накрепку не очень. Просто она ночью вчера провалилась очень сильно. И вот, понятно, сейчас все бьются вокруг этой темы, что же с ней. Провалилась она с уровня 52 800 до 43 с копейками, где-то около 17, 18 процентов по-разному движению, по-разному. Ну, суть вопроса какая? Сейчас 45, а, кстати, надо глянуть, что я вам отсчитываюсь, о том, что было полчаса назад. Может, там уже не 45 вообще. Ну, нет, вроде пока 40. Прошу прощения, Игорь, что перебил. Я не расслышал, по какому активу. Биткоин упал с 52 до 43, по разным движам 17-18 процентов. Сейчас 45. Ваше мнение, вот такой глубокий провал, после него последует прощ или чисто вот как трейдера, или все-таки мы будем поснижаться назад на 30? Сейчас, одну секунду, я попытаюсь его открыть. Субьтесь. Я тщательно напишу. Нет, нет, я-то тикер прекрасно знаю, Игорь. Но давайте, наверное, я включу демонстрацию экрана для того, чтобы снова, чтобы показать в принципе весь тот же алгоритм, который только что мы рассматривали на каждом активе. Есть возможности? Да, да, я с огромным интересом посмотрю, потому что мы сегодня уже несколько мнений слышали. Кто-то считает, что вниз, кто-то вверх. Давайте посмотрим, что ваша система нам подскажет. Смотрите, относительно таймфрейма D, таймфрейма D, у нас есть первоначальный импульс локальный. Ну, во-первых, если более подробно рассмотреть, то, конечно, самый первый импульс, он направлен в шорт. Конечно, зона 1.618, 1.764, она зачастую носит условный характер, по сути, она для фиксации, то есть у нас есть тест волны, которая сломала тренд вот здесь, в те зоны, которые, опять же, 0.382, 0.236, вплоть до зоны глубокой коррекции. Далее мы опускаемся еще ниже. На мой взгляд, на текущий момент все-таки это была, можно сказать, трехволновая комбинация. Говорить о том, что мы пойдем ниже, все это, конечно, вполне возможно. Что касается целей по лонгу на текущий момент, то они выполнены. То есть локально, опять же, все только в обратную сторону. Импульс, тест. Вот этот замечательный уровень, который здесь находится, он также имеет значение, в том числе и в шортовом импульсе. И от этой зоны вполне нормальная ситуация, что мы получили некий отскок. Но сейчас пока это всего лишь отскок, даже по дневному графику. ситуация, в прошлый раз мы говорили об этом, ситуация несколько неопределенная. Почему? Потому как у нас есть зона 2618-2764 на перехай всего этого замечательного действа. Но для этого нужно пробивать было данную зону. вот сейчас на текущий момент я бы последил за вот этой волной. Если это третья волна, то она должна иметь уровни коррекции 0.5-0.382. Но ни в коем случае, как, наверное, все знают, здесь присутствующие, не пересечь хай первой волны. Если это происходит, значит, уже что-то не так с разметкой. И вполне возможно, что мы можем с текущих получить, хоть и зашли там, но незначительно в первоначальный импульс. получить дальнейшее снижение. Если более глобально посмотреть на актив, я его не отслеживаю, но прекрасно помню, что говорил неделю назад, пытался его более подробно прикинуть. Вот здесь, в этом уровне, есть зона неопределенности. Даже слова помню. Я понимаю, что это выглядит то ли вверх, то ли вниз, но тем не менее, это действительно так. Мы, получив тест в 0.5 коррекции ко всей волне, которая у нас является восходящей. Прошу прощения. Здесь же у нас есть зона поддержки и от 0.764 вполне возможно продолжение снижения к 0.382 и 0.236. Хотелось бы еще обратить внимание, что вот здесь, вот здесь у нас нет ретеста. То есть, район 20 вполне возможен относительно первоначального импульса в шорт, который присутствует с самого хая. То есть, это более глобальное рассмотрение. И в принципе движение 1.2.3.4 и дальнейшее снижение в рамках формирования пятиволновой структуры вполне возможно. Такое сопротивление, так и с практики, при пробое 0.764 восходящей волны обратный тест ее говорит о продолжении снижения актива. Так что, на мой взгляд, здесь есть приоритет именно шортом на текущий момент. То есть, на ваш взгляд, район 20 тысяч за 1 биткоин вполне себе допустит? 27. 27. 27, да, плюс зона поддержки в районе 20, 250, 22, 580. Ну, получается, вы допускаете, что биток идет на поддержку 20 тысяч за 1 биткоин? Вполне. Почему нет? У нас есть консолидация, которая не протестирована, точнее, если глобально это рассматривать, вот это действие, то здесь отсутствует тест. Как только тест здесь отсутствует, то это как магнит для цены. И в случае снижения, ну, таких совпадений, конечно, не бывает, вполне возможен приход в уровень 2.764 к соответствующим ценовым значениям. Я понял вас ясненько, Игорь, спасибо вам большое. Ваши господи. Друзья, я надеюсь, все в таком же, так сказать, настроении, как и я, уже, так сказать, рука тянется продавать биток, потому что 27, 20, ну, это замечательные уровни, там куча денег, вот, ну, и то, что вы рассказываете с точки зрения волновой структуры, конечно, очень выглядит убедительно. Игорь, спасибо вам большое за ваш обзор, спасибо за комментарии по биткоину и хорошего вам дня и удачи сегодня. Спасибо. До свидания, коллеги. Всего доброго. До свидания.